Получить медицинскую помощь в комфортных условиях. Еще пять месяцев назад филиал детской поликлиники номер 4 на Акатовой больше напоминал катакомбы. Часть кабинетов находилась не просто в непригодном для пациентов состоянии, но даже представляла опасность для малышей. Все помещения напоминали полутемный подвал. Сегодня все кардинально изменилось. Ремонт хороший, свеженько, приятно ходить по такому помещению. Ну и врачи сегодня обходительные. Зашли сегодня в поликлинику и просто рады, очень рады. Все очень красиво, детям есть идея погулять немножко, телевизор посмотреть пока доктора ждем. Ну очень красиво, очень рады, что в нашем районе наконец-то сделали нормальную хорошую поликлинику. Все кабинеты и холл в поликлинике не просто играют яркими красками. Теперь здесь все предельно удобно. Вход в поликлинику разделен на два потока – для здоровых и больных детей. Теперь пересекаться они не будут, а значит меньше опасности подхватить дополнительную инфекцию. Кроме того, теперь в поликлинике есть комфортная гардеробная, колясочная, а также комната для кормления малышей и своя игровая зона. Мы увидели, как изменилась поликлиника внутри. К сожалению, сейчас остается до сегодняшнего дня не решен вопрос с благоустройством территории. И мы бы очень хотели, чтобы нам в чем-то помог город Владивосток, потому что территория данная, прилегающая поликлинике, не принадлежит. И обустроить ее своими силами у нас, конечно же, не получится. Но при такой замечательной поликлинике, наверное, должна быть и очень хорошая территория. Капитальный ремонт в поликлинике удалось сделать за сравнительно небольшой срок – всего пять месяцев. Но здесь приходилось буквально ночевать, вспоминает главный врач медучреждения Инна Зеленкова. Она лично контролировала весь ход ремонта, а жизнерадостные рисунки на стенах и цветовую гамму придумывала и подбирала лично. Вы знаете, конечно же, во-первых, усталость и удовлетворение одномоментно. Потому что я вижу радость людей, которые сюда приходят. Я вижу радость своего персонала. Я вижу довольные лица, обновленные кабинеты. Мы даже иногда не верим, что это мы сделали. Потому что где-то приблизительно 30% этих помещений находились в грубой аварийном состоянии. Они не функционировали. И пришлось приложить очень много и архитектурных каких-то решений проектировочных, и усилий для того, чтобы все это очистить, восстановить и сделать то, что вы сейчас видите. По распоряжению главы региона Олега Кожемяк, анремонт поликлиники из краевого бюджета выделили больше 10 миллионов рублей. На эти деньги удалось не только провести реконструкцию помещений, но и закупить новую мебель. Еще в этом году для поликлиники приобретут и новое оборудование. Средства на эти цели – почти 12 миллионов рублей – выделены из федерального бюджета. Это диагностическое оборудование для лор-отделения, лор-комбайн, полный набор для оборудования кабинета окулиста, новый стационарный аппарат УЗИ с кардиологической приставкой, эндоскоп и набор лечебного оборудования для реабилитации. Кроме того, в июле в поликлинике появятся несколько анализаторов крови, а также велотренажер и тренажер для механотерапии. Светлана Садовая, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.